Здравствуйте, это Венотека Редакция, меня зовут Елена Белова и здесь мы говорим о самых важных и интересных новостях прошедшей недели из мира энногострономии и всего, что с этим связано. Здесь только сухие факты и критики-аргументы. И не забудьте подписаться на наш YouTube-канал «Яндекс.Дзен» и телеграм-канал «Венотека Редакция». Это поможет развитию нашего проекта. В России хотят изменить требования к производству пива. Союз российских пивоваров начал разработку нового государственного стандарта. Документ ограничивает норму допустимой замены пивоваренного солода 20%, а долю сахаросодержащих продуктов 2%. Мнения производителей пива тут разделились, и мы решили узнать все точки зрения. Венотека Редакция связалась с председателем Совета Союза российских пивоваров Даниилом Бриманом. Даниил, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, с чем связана инициатива все-таки изменить требования к производству пива? Эта инициатива связана с тем фактом, что на рынке все больше появляется продукции с упрощенной рецептурой и упрощенной технологией, что не может не сказываться на качестве конечной продукции, при этом все продается под этикеткой пива, по сути таковым не являясь. Инициатива предполагает, какие конкретные изменения внести? По сути, все изменения направлены на то, чтобы сохранить пиво как продукт в его классическом восприятии, обеспечить возможность потребителей покупать качественную продукцию и иметь возможность правильно выявлять подделки. Но если говорить про основные, так скажем, параметры ГОСТа, это в первую очередь соотношение солода и несоложенного сырья 80 на 20%, что, собственно, соответствует действующему на сегодняшний момент 171-му федеральному закону, определяющему рецептуру пива в основных пропорциях сырья. Но при этом идет корректировка замены сахаром массы солода в пиве, и устанавливается норма, что это должно быть не более 2%, потому что, к сожалению, сейчас можно наблюдать большое количество продукции, где классический солод и даже зернопродукты, несоложенное зерно, заменяется патокой мальтозной или кукурузной какой-то вот субстанцией, ну, фактически готовят такую, знаете ли, брагу. А что еще важное в ГОСТе? Добавлены методики определения показателей общего азота, полифенолов, некоторых других компонентов. Чем это важно? Дело в том, что вот эти показатели являются основными индикаторами превышения содержания в пиве, в реальном продукте, несоложенных каких-то материалов, то есть зернопродуктов, сахара, сахаросодержащих сиропов. И эти методики позволяют четко контролировать, что пиво произведено в соответствии с ГОСТом. Также, допустим, добавлена методика, позволяющая выявлять спирт добавленный, не образовавшийся в процессе брожения, да, а добавленный спирт, что в контексте вот всех событий наподобие мистер Сидор очень важно, да, потому что это позволяет контролировать конечный продукт. Также, что важно, вот именно в части заботы о возможности производства различных стилей пива, но все-таки мы же становимся уже такой глобальной страной по производству пива, у нас технологии позволяют варить все стили пива, чего раньше, например, в Советском Союзе не было. Поэтому разрешено использовать различные виды солода или зернопродуктов, таких как там рожь, овес, рис, проса и так далее. Это позволяет комбинировать классический ячменный солод и пшеничный солод с другими солодами или зернопродуктами, варить разные стили пива. То есть объективно, вот все, что я перечислил, делано с единственной целью, чтобы с одной стороны пиво оставалось пивом, с другой стороны было легко проверить, чтобы на рынке не появлялись псевдопивные какие-то напитки и чтобы потребитель мог гарантированно получать продукт высокого качества. Даниил, но не все производители пива согласны с таким решением, объясняя это тем, что, возможно, когда будет введен ГОСТ, это сократит как раз-таки то разнообразие пива, о котором вы сейчас говорили. Ничего подобного. Это инсинуации, это попытки под благовидным предлогом сохранить для себя возможность выпуска под видом пива совершенно не относящихся к этому видов продукции. А что касается еще, вот даже я бы прокомментировал опасения некоторых производителей, потому что тоже пытаются спекулировать, что вырастет цена. Ничего подобного. Но и сейчас очень много производителей на рынке производят качественную продукцию. Поэтому основной диапазон цен на рынке сохранится. Но, конечно, если мы говорим про эконом-сегмент, когда пиво продается по цене ниже питьевой воды, то объективно такого пива на рынке быть не должно после того, как ГОСТ вступит в силу. А Ассоциация производителей пива не поддерживает редакцию проекта. Вот что по этому поводу сказал исполнительный директор Ассоциации Вячеслав Мамонтов. Компания, член Ассоциации и производители пива «Слово напитков» не поддерживает текущую редакцию проекта ГОСТа «Пиво. Общие химические условия». Мы с самым основанием последовательно выступаем против искусственных ограничений по рецептуре для различных категорий, закупленных в химическом регламенте в последние годы. По нашему мнению, это противоречит запросам потребителей, которые ожидают от производителей разнообразных вкусов пива на полках наших магазинов. Отметим, что именно эти искусственные нормы привели к появлению в нашей стране категории, которой нет нигде в мире, так называемые пивные напитки. В результате не только известные и любимые во всем мире бренды пива незаслуженно теперь попадают в эту категорию, но и отечественные пивовары лишены возможности предложить своему потребителю новые интересные рецептуры пива, вынужденно называя их напитком. Подобные ограничения приведут к существенному сокращению вариативности представленных на отечественном рынке пиваренных брендов, а также ограничивают возможности российских производителей в условиях санкций. Хочу отметить, что текущая редакция ограничивает производителей возможности использования разнообразных сыровых компонентов, которые необходимы для производства различных брендов пиварной продукции. Все эти яркие рынки, которые запускают новые сорта и развивают индустрию в ответ на интерес потребителей к продукту, будут лишены такой возможности, а покупатели не смогут найти уникальные сорта на российском рынке. Наши отечественные потребители пострадают и конкурсовая способность российской продукции на рынке также. Например, в Беларуси у пиваров гораздо меньше каких-либо ограничений в производстве пиварной продукции. Хочу добавить, что в условиях введенных санкций подобные ограничения имеют еще более негативное воздействие на устойчивость ведения бизнеса в нашей стране. Мы уверены, что процесс должен быть обратным. Категория пивной напитки должна быть пересмотрена, а в ГОСТах на пиво должна быть соблюдена пропорция по использованию сырья 50 на 50% соложенного и недосоложенного. Минфин же сообщил, что проект нового стандарта не получали и что уже предлагали снизить с 50 до 20% предел замены пивоваренного солода. И если к новому регламенту не будет замечаний, то он вступит в силу уже в начале 2024 года. Крупные торговые сети выступили против легализации онлайн-продаж алкоголя. Объяснили свою позицию, а не тем, что это приведет к росту нелегального рынка, а эффективных механизмов в блокировке продаж контрафактной алкогольной продукции в интернете на данный момент пока нет. Но в ассоциации компании розничной торговли, в которую входят Х5 Групп, Магнит, Лента, Ашан, ОК, Метро, Азбука Вкуса и другие, не все согласны с такой позицией. Азбука Вкуса, например, поддерживает легализацию интернет-торговли алкоголем. Крупные маркетплейсы, естественно, тоже выступают за и считают, что необходимо дать рынку легальную альтернативу. Венодельческая компания «Русский Теруар», частью которой владеет бизнесмен Сергей Галицкий, подала заявку на новый товарный знак «Петрушка». Информация об этом опубликована в системе «Спарк». На сегодняшний день «Русскому Теруару» принадлежит 8 брендов – «Казак», «Грэнджет», «Галицкий энд Галицкий», «Балет Бланк», «Неандерталец» и другие. И еще на 6 поданы заявки. Все коллекции этого производителя по-своему интересны. Мы будем с нетерпением ждать появления нового бренда. На прошлой неделе мы говорили, что россияне по-прежнему предпочитают красные вина. Об этом сообщило «Рускачество». По результатам исследований, доля красных вин в продажах российского вина составила не менее 60%. Однако по итогам опроса крупных импортеров и дистрибьюторов выяснилось, что к концу лета текущего года доля продаж в России белого вина впервые превысила 50%. Возможно, это связано с тем, что в летний сезон россияне выбирают именно белые вина. Но, как считают эксперты, в целом во всем мире растет мода на легкие белые вина, и, возможно, россияне уже присоединились к этому тренду. В российских отелях может заработать сервис «Бесконтактное заселение». Минэкономразвития поддержал внедрение такой системы. Глава ведомства Максим Решетников сообщил, что такие технологии уже работают за границей и несколько лет как внедряются и в нашей стране в некоторых отелях. Самостоятельное заселение предполагает, что на сайте отеля можно будет забронировать понравившийся номер, ввести все нужные данные. И уже после бронирования приходит инструкция, а также индивидуальный код, который нужно набрать на замке при заселении. Он будет действовать все время проживания. А с администратором можно будет связаться по телефону и решить все волнующие вопросы. То есть нет надобности оформляться на стойке регистрации. И вернемся к напиткам полегче. Гиннес снова в России. Популярный зарубежный бренд пива возвращается. Поставками занимается теперь московская пивоваренная компания. Она уже поставила первую партию напитков в страну. И этот бренд по-прежнему остается очень востребованным, особенно в барах. При этом на данный момент стоимость зарубежного пива у местных поставщиков начинается от 700 рублей за 1 литр. Рестораторы уверены, что проблем с продажами этого напитка не будет даже при цене около 1000 рублей за бокал. И продолжает тему пенного. Судя по всему, пиво особенно любят и чилийцы. На Кубке мира по регби сборная Англии разгромила команду Чили со счетом 71-0. Что, судя по всему, не особо расстроило спортсменов из Южной Америки. Они пригласили в раздевалку победителей и в дружеской компании выпили по бутылочке. Общая радость и уважение. Вот так, наверное, можно подытожить результат этой встречи. Это были главные новости прошедшей недели. И если вам нравится наш дайджест, ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Винотека Редакция, Янтекс.Дзен и Ютуб-канал. Будьте в курсе новостей и узнавайте больше о вине, гастрономии и туризме. Ну а на сегодня это все. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok